Итак, боевые действия в регионе Алеппо приняли масштабный характер, причем речь идет не только о противостоянии правительственных войск с террористами. На севере, вблизи границы с Турцией, боевики свободной сирийской армии в союзе с Джабхат Анусрой и Ахарашам воюют против ИГИЛ, причем их борьба напоминает качели. Успех приходит то к одним, то к другим. На этот раз удача улыбнулась ИГИЛ. Они захватили сразу 11 населенных пунктов. Среди них город Арраи, рядом с турецкой границей. Это важный опорный пункт. Кроме того, под контроль ИГИЛ перешли поселки Тель-Сафер, Татахомс, Каракуз, Касаджик и Кантара. После этого поддерживаемые Турцией группировки боевиков оказались в этом районе в критическом положении. Теперь они оказались зажаты в клеще. С востока и юга находятся ИГИЛ, а с запада Хурды. Причем передовые позиции их ополчения находятся всего в нескольких километрах от города Азаз. Если курды возьмут его под контроль, то так называемой сирийской оппозиции в этом регионе в лучшем случае придется бежать в Турцию. Тем временем ИГИЛ уже хвалится трофеями, которые им удалось захватить у боевиков других группировок на севере провинции Алеппо. Речь идет об американском оружии, вот на ваших экранах. В частности, винтовках М-16. Кроме того, террористы пополнили свой арсенал ручными пулеметами, а также птурами и зенитными установками. Упорные бои идут и на подступок к самому городу Алеппо. Сирийская армия предприняла попытку наступления на поселок Хандарат и одноименный район. Поначалу эта операция имела успех. Правительственным войскам удалось установить контроль над частью территории. Однако боевики Джабхата Нусры провели массированную контратаку и вернули все утраченные позиции. Также террористы предприняли попытку прорвать оборону сирийской армии к югу от Алеппо в районе населенного пункта Хантуман. Однако безуспешно, понеся большие потери, боевики отступили. Несмотря на эскалацию насилия, официальный Дамаск дает шанс боевикам сложить оружие, тем самым избежать наказания. На юге провинции Алеппо в ВВС Сирии сбросили листовки, в которых призывают прекратить сопротивление. На одной листовке написано «Разумен тот, кто выносит уроки. Подумай, ты можешь стать одним из них». Вот имеются в виду эти трупы, тела. Гарантируем сохранность и безопасность каждого, кто сдат свое оружие. Ну и на второй листовке «Они снабжают вас оружием для убийства родных братьев и сыновей. Они манипулируют вашими мыслями, решают вашу судьбу за вас. Не быть пушечным мясом для достижения их цели. Ты единственный проигравший. Призываем вас дать оружие и вернуться к своим родным и близким». Подпись «Сирийская арабская армия». Прислушаются ли голосу разума боевики? Пока с уверенностью сказать сложно. Тем временем в сирийском городе Хомс вновь прогремели взрывы. Но на этот раз это был не террористический акт. Под обстрелом оказались два района. Огонь вела группировка Джабхат-Аносра, уже упомянутая. Две ракеты боевики выпустили по кварталу Ан-Насхадин. Человек получил ранение. Погибших, к счастью, не было. Несколько зданий получили серьезные повреждения. Еще двумя ракетами террористы ударили по району Аз-Захра в центре Хомса. Одна из них попала в здание школы. Вторая взорвалась неподалеку. А 8 человек ранены.